Нет ничего более постоянного, чем стихийная свалка. С навалами мусора на 4-й Курьяновской улице областного центра местные жители боролись последние несколько лет. Не помогало. Мусор вывозят регулярно. Баком переполняться не дают. Но вокруг них вырос целый оазис с дужком. В среду свалку на Курьяновской ликвидировали силами городской администрации. Ежегодно в бюджете выделяют средства на борьбу с несанкционированными свалками. В этом году 10 миллионов рублей. В следующем расходы планируют увеличить до 15 миллионов. Мусорить стали больше и следствие выявлять свалок стали намного больше. Потому что если мы еще раз проведем налоги по сравнению с прошлым годом, намного больше у нас несанкционированных свалок именно идет в местах, даже там где не установлены контейнеры, даже в местах там где они установлены, ну и как мы называем россыпь вдоль дорог. К сожалению, вывоз мусора – лишь временное решение проблемы с несанкционированной свалкой. Как правило, через месяц-другой она вырастает на прежнем месте снова. Окончательно справиться с мусорной стихией можно, лишь выявив и устранив причину. Будь то жители частного сектора или магазин, оставляющий отходы возле баков. В рычаге воздействия есть, это административная ответственность. К сожалению, комитет по экологии не обладает данными полномочиями. И проблема ответственности, конечно, она стоит очень острая, потому что привлечь можно только зафиксировав, скажем так, факт, либо это видеосъемка, либо это фотосъемка. Но в любом случае, в любом случае, мы выход видим в том пересмотре вывоза существующих навалов отходов. И все-таки у нас, у граждан, должна сложиться в умах иная ситуация к системе обращения с отходами. На 4-й Курьяновской после вывоза мусорной горы установят контейнер для крупногабаритного мусора. Возможно, это поможет избежать возвращения свалки. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново